Почему я так разговариваю красиво на русском? Дорогие мои, за годы моего работа у меня много раз была возможность и хорошо учиться разговаривать на русском языке и так далее. Это же не сложно, но я специально этому не научился. Я же обучаю, как стать богатым, я же обучаю, как создать счастливую семью, я обучаю, как выбросить долгов, как построить бизнес. Если вы хотите избавиться от долгов, вряд ли вам будет в тот момент волноват мой акцент. Вряд ли вам в тот момент будут вас волноват, да Владов говорит хорошо на русском или нет. И больше никогда в моих комментариях эти вещи не пишите, потому что это неуместно. Я не учитель русского языка, я наставник. Это разные вещи. Помните, если вы не умеете говорить хорошо на китайском или японском, это не означает, что вы глупый человек. Вот почему я красиво говорю на русском. Потому что это мой козырь. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы Довлатова» и для других советов от Довлатова. И вообще смотрите наш канал, читайте наши книги. Большое вам спасибо. В этом выпуске я хочу вам говорить, почему я так разговариваю красиво на русском. Дорогие мои, за годы моей работы у меня много раз была возможность хорошо учиться разговаривать на русском языке и так далее. Это же не сложно. Есть огромное количество людей, которые идеально говорят, может быть, на русском, без акцента, или, возможно, у них хорошие окончания, падежи и так далее, и озвучивают хорошо. Но я специально этому не научился. По какой причине? По одной причине. С того момента, когда стал тренером с 2000-х годах, с 20-х, 2000-х годах, когда стал тренером с того время, а я заметил, что 60, иногда 70% моего аудитория приходят люди, которые идеально не говорят на русском языке. И я думал, как бы быть ближе к ним, как бы помочь им. Я с годами еще сильнее убедился. Сильнее убедился в том, что для меня важнее результат мои слушатели. Для меня важнее, что он послушал меня, пошел и смог сделать. Послушал меня, и у него уверенность вырос. Пусть он думает про меня, что он плохой или он такой. Представьте, на минуту вот такая картина. Обычный парень работает, не знаю, на зарплате, продавцом. Или обычная девушка, или обычный человек, который водителем работает, таксистом работает, или там грузчиком работает, или кем-то в базаре торгует. Представьте на минуту, когда он слышит меня, что он доктор наук, он мультимиллионер, он успешный человек. И у него подсознательно вот такое отношение ко мне. Ну, конечно, тебе легче. Были бы у тебя мои долги, были бы у тебя мои проблемы. Конечно, было бы по-другому. Соответственно, если я буду идеально говорить, я отдаляюсь от него. Он, глядя на меня, еще будет более неуверен. Еще более неуверен. Потому что он думает, ну, конечно, тебе повезло, наверное, и так далее, и так далее. Потому что у такой категории людей и так и так море оправданий жизни, чтобы ничего не делать. Море оправданий, да? И когда еще увидят меня, соответственно, еще будут думать, что как будто тебе повезло, или тебе просто так Бог давали, и так далее, и так далее. А теперь внимание обратите. Представьте, что этот человек приходит, смотрит на меня. Я идеально не говорю на русском. Я говорю самим простым языком, чтобы даже школьник понимал. И, глядя на меня, он думает, если это человек, который не умеет говорить на русском языке, ему удалось справиться с этими задачами. Ему удалось быть успешным. Значит, я могу. Вот это первая причина. Для меня не важно, чтобы люди меня хвалили. Для меня важно, чтобы мой слушатель, мой читатель смог делать и достигать свои цели. Поэтому среди моих учеников вы увидите кучу миллионеров и кучу результатов. Очень много результатов. Поэтому это инструмент. Это означает, что я не учился русский язык идеально говорить, потому что 80% моей аудитории – это массовый народ, который в Средней Азии и другие разные нации, они даже по национальности не все русские и так далее. И большинство из них не умеют идеально говорить на русском языке. Это первый инструмент. Поэтому я ради них не учился русский язык идеально говорить. И это помощь моим слушателям. Понимаете? Это ход маркетинга, это профессионализм. Потому что для меня важны результаты моих учеников, результаты моих слушателей. Это первое. Второе, почему я хорошо не изучал русский язык. Второе. По какой причине? Это мое отличие. Это отличает меня от любого тренера. Отличает меня от любого. Любой бизнес-форум, когда я выступаю, я выхожу на сцену, когда выступаю, по окончании форума вы подойдите, спрашиваете десятка людей. Другие, кого-то запомнили среди этих тренеров. Они однозначно будут вам говорить на первой тройке мое имя. Даже если не первой, на первой тройке точно. Третья вещь. Я упрощаю все. Когда другие усложняют, они используют разные модные фразы, разные фразы из маркетинга, из, скажем, из другой финансовой терминологии, по менеджменту и так далее. Они читают, что в этих словах как будто из чего-то достижение большое. Да, название этой фразы – показатель того, что ты соображаешь что-то. Но эти фразы можно и объяснить по-простому. Это правда. Потому что попроще можно объяснить то же самое. Я стараюсь говорить доступным языком. Максимально доступным. Я задаю себе вопрос. Если школьник, если послушал меня, мог бы это делать или нет? Если первоклассник слышал меня, хоть чуть-чуть мог бы понять? Если обычный человек слышит, мог бы это внедрять в свои жизни? Если ответы у меня будут «да», я это говорю людям. Если нет – нет. И самый важный плюс моей работы в том, что я всегда, пока не практикую информацию, я о нем не говорю. Я практик с большим опытом. Я практикую эту информацию либо в своих бизнесах, либо в бизнес своих учеников. То есть мы пропускаем это через себя. Когда убедимся, что это на 20% результативно, только тогда даю совет. 50 на 50 не пойдет. Эта монета бросает, и либо попадает орешка, либо там цифра. Такое не попадает. То есть это либо орел, либо орешка. Это что значит? Это не законодательство. Это не закономерность. То есть это неправильно. Ой, получится, не получится. Так не пойдет. Она должна хотя бы в районе 80-90% давать гарантию о результате. То, что вы рекомендуете. Только тогда можно этому обучать других людей. Поэтому, дорогие мои, я разговариваю так красиво на русском, чтобы у вас были результаты. Иногда ко мне приходят люди, которые как будто пришли, чтобы учиться русский язык. Странно. Я же обучаю, как стать богатым. Я же обучаю, как создать счастливую семью. Я обучаю, как выбросить долгов. Как построить бизнес. Какой взаимоотношений с русским языком? Никакой. Если вы хотите учиться, говорить на русском языке и слышать, пожалуйста, идите и слышите тех, кто идеально говорит. Если вы хотите, чтобы идеальнее были озвучка и так далее, ну, идите, читайте Пушкина. Не книга Довлатова. Но если вам надо из долги выбраться, читайте книгу Довлатова. Долги-то на глазах. Точная книга Пушкина или кого-то из них не поможет вам. Долги отдать. Запомните мои слова. У каждого свое место. Хотите, что вы хорошо диктором станете телевидением или где-то, читайте там другие книги, например, скажем. Чтобы у вас была дикция хорошая, русский язык был хороший и так далее. Но если вы хотите избавиться от долгов, вряд ли вам будет тот момент волновать мой акцент. Вряд ли вам тот момент будет вас волновать, Довлатов говорит хорошо на русском или нет. Потому что у вас вот эти долги настолько давят, что вы даже представления не имеете. Это понимает тот, кто пережил. Это понимает тот, кто страдал. Через кто прошел этого. А у кого нету таких ситуаций, для него это просто слава. Просто это слово. Ловили? Поэтому я обучаю бизнесы. Если вы хотите стать бизнесменом, добро пожаловать. Если вы хотите построить хороший бизнес, добро пожаловать. Если вы хотите избавиться от кредитов долгов, добро пожаловать. Если вы хотите помочь своему ребенку быть лидером самостоятельным, успешным, добро пожаловать. Если вы хотите создать сильную команду, выращивая лидеров в своем бизнесе, если вы занимаетесь в твоем маркетинге, добро пожаловать. Если вы хотите построить несколько компаний, масштабировать свою компанию, добро пожаловать. Но если вы хотите говорить красиво на русском языке, идите слушайте, пожалуйста, тех, кто красиво говорит на русском. Хорошо? Я не учитель русского языка. И больше никогда в моих комментариях эти вещи не пишите, потому что это неуместно. Это неуместно прийти к учитель химии и говорить про математику. Это неуместно. Хорошо? Вот так. Вот почему я красиво говорю на русском языке. Конечно, с годами ко мне начнёт прийти больше, 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 лучше, лучше люди, которые очень грамотные русский язык, хорошо говорят и так далее. И они меня понимают. Чем человек мудрее, чем человек умнее, он наоборот меня слышит. Кого задевает мой акцент? Те люди, которые сами мало чего добились. Наверное, кроме вот хорошо говорить на русском языке, они больше ничего не добились в жизни. Вот их задевает мой язык. Они считают, что они грамотные, а тут какой-то неграмотный пытается их чему-то учить. Я не собираюсь кому-то учить, ребята. Я не учитель не для таких людей. Я не пытаюсь кого-то учить. Я наставник для тех людей, кто ищет, кто жаждается знанием. Я источник. Если человеку хочется пить, он доберётся до источника. Я именно такой. Поэтому я на этом стремился. И к этому и иду. Поэтому я не учитель, дорогие мои. Я наставник. Это разные вещи. У наставника не всегда приятно всё то, что он делает для учеников. Но это всегда идёт на пользу. Вот так, дорогие мои. Поэтому в комментариях не пишите такие вещи. А если вы будете писать таких вещей, которые неуместны. Например, тема я рассказываю, как зарабатывать. А вы пишите про русский язык. Нам придётся удалить ваши комментарии. Потому что что к чему-то. Мы говорим о звёзде, вы говорите непонятно чего. Абсолютно неуместные вещи. И придётся со временем заблокировать вас, если видим, что вы человек, который... То есть вы человек, который пришли непонятно чего ищете тут. Вы так лишний тут, в этом аудитории. Поэтому мы вас будем просто удалить. Я попрошу, чтобы всех удалили. Таких людей, которые не умеют учиться. Если ты пришёл учиться, добро пожаловать. Если ты пришёл, тут право гонят. Иди в другом месте гонять свои права. Нам они не нужны. Я не нуждаюсь в том, что вы похвалили или критиковали и так далее. Такое мнение не нужно, дорогие мои. Так что, если хотите стать финансово свободным, миллионером, добро пожаловать. Вместе будем работать, вместе будем учиться. Вместе будем добываться успеха. Однозначно, если вы душой и сердце открыли эти знания, они вам помогут. Однозначно помогут. Помните, если вы не умеете говорить хорошо на китайском, или японском, это не означает, что вы глупый человек. Вот почему я красиво говорю на русском. Потому что это мой козырь. Это мой большой жирный плюс. Вам не по душе? Это у вас проблема. Желаю вам успехов, дорогие мои. Хорошо? Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова